...и в Байбел, Курадр, который был в оригинале человек, который вписал все Скриптиры. Он – Их, 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 Он – Их, Их, Он – Аватар, Инкарнация. Сегодня он появился день, появился день. Все знают, что такое Веды? Кто не знает? Слышали все о Ведах? Так вот, сегодня очень благоприятный день. сегодня день и в день явления ши крышна 2 по я веда в яс и еще раз повторюсь кто он иногда господь открывает знания вечное знание того миру иногда он его скрывает когда он желает его открыть он сам предстает в одном из своих образов и даю дарует это знание и вот этого вот это знание было подарено когда он пришел как ши и крыш на 2 по и на видов яс это одна из инкарнации бога который пришел и подарил это божественное знание это знание абсолютно вечно у него нет ни начала не конца она абсолютно благоприятна для каждого сегодня день его явления so today that his birthday everybody in depth to him he writing a bay the puran open is about either way the way the meaning with the how can knowing to learn super impersonal the godhead you are don't know who the supreme personal godhead you know don't know so himself a lot he take you know one is a lot take himself writing this all scripture how can know to him if himself he told to us then can understand you if you did not tell how can understand this thing so when he says the link now i am at my provision only when mercy of lord they can understand she крышным 2 поэм беда в яса подарив беды открыл знание во все области жизни человека фактически все знание которое присутствует она все берет свое начало в ведах древнейших древнейшие времен но главным образом он подарил знание о том как постичь абсолютную истину он главным образом дал знание о том как достичь господа о том как увидеть господа и вот это его самое за это мы ему больше всего благодарны о том что это знание есть и у нас есть возможность это сделать и он же сам пишет на и матма право чаны на лобиона медая на богу наш рутана он сам пишет о том что собственными усилиями человек никогда не сможет этого сделать только лишь когда господь кого-то выбирает на этого избранника он сам проливает свою милость и человеку открывается знание человеку с чистым сердцем открывается знание и он сам предстает перед человеком и и also when he appear not like it we are a period like this когда рождается обычный человек он его никто не спрашивает ему он вынужден рождаться он переходит семенем отца в чревом матери 9 месяцев там скукоженном состоянии находится и потом рождается вы просто вы так это жизненная сила господь не по власти законов природы он как хочет так и приходит сюда в этот мир захочет он приходит сюда как обычный человек захочет приходит сюда в какой-нибудь сверхъестественной форме ему совершенно не нужно находиться в утробе матери вообще как таковой или 9 месяцев он может все на то на господь он цена黑 ninety Guz Cа Путина идеология отношений в дом в номере но еще одна магия одинировая Two будard and one's the heaven in a अपः y fulfil хозяин bare a beautiful heaven heaven the heaven the boy I don't know in that when the sky he's , he сгlasman the describe, that is semen , while they are fast, then one creation the eat the и когда он снял, то эта белька пришла. И когда он насыпал, он стал пищем, и когда он снял, то эта девушка вышла. Он взял с ней из очень красивой земли, но в Gandharva, она очень красивая, вот очень красивая девушка. Господь показывает иногда самые удивительные игры своего прихода в этот мир. Вот, например, как пришла эта инкарнация Бога. Когда небожители летели по небу, то у одного выпало семя, и это семя проглотила рыба. И у этой рыбы появился внутри ребенок человеческий. И когда рыбак поймал эту странную большую рыбу и ее разрезал, увидел там божественной красоты, красивую девочку. Это была мать. Господь приходит не один, Он приходит сюда всегда со своими спутниками. Это была мать Шри Кришна Двапайна Ведовьяса. Дальше что произошло? Вот. Стоит. Видите, она заметила ее. Один разум, «вário» главный, она очень иначе, там глядв. Они являются своими спутниками. Пуршвам. А? Пуршвам. Пара. Парасара. Парасар. Стоит. Рxe. И она очень иначе на них видит песер. И этот песер-минец живет хоржев. Они живут. Когда человек вели, он каквая, как и на деле, как и на деле. Он живет, как и на деле, как и глядвая. Однажды, Риси пытался разрушить эту землю. И землю, на землю, на землю, очень красивая земля. Когда он пришел, Риси дали немного садегланс. 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 Криснадра и Брадавас появился. Когда он появился, это 16 лет. Далее, когда эта прекрасная девушка выросла, ее назвали Сатьявати, она стала помогать этому лодочнику, который ее из рыбы и вынул. Она стала ему как приемная дочь. И однажды великий мудрец Парасья Риши в этом необычайно святой земле Матхури переплывал через реку Ямуну. Тогда лодочник за ним мог, и его дочь решила перевезти этого святого на тот берег. И когда они пересекали эту Ямуну, то прямо на Ямуне оказался остров. И этот Риши, великий Риши, он бросил на нее свой взгляд. И она мгновенно родила ребенка от этого взгляда. Шестнадцатилетнего сразу. Когда Господь приходит, Он показывает самые различные чудеса. Это не так, как у обычных людей. И Он сразу родился как шестнадцатилетний юноша. И она, после этого Махарасия с ней досказал, и она при этом осталась девственницей. Это не в категории наших взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Он получил все эти стихи. Сегодня Он получил баат, Он назвал Кршна Дваипа. Кршна, это слово, красное. Кршна, это белая, белая. Дваипа, это ислод. Бяна, это белая, Бяна. Он делал все эти стихи. Девятые люди, только один бей, потом четыре бей, потом упанишали, потом Брахма-сутра, потом Пуран, потом Махвар, и в последнее время Среба-бхагавад. Когда он родился, он был тоже божественной красоты, юноша. Темный, как Кришна. Кришна, он не просто черный, он не просто темно-голубой, он цвет грозовой тучи, кожа которого просто сияет. Невозможно нашим разумом представить о том, как он выглядит, но мы можем читать об этом, как написано в Писаниях. Написано, что его кожа, она ходит темно, но она блистает, как бриллиант, сапфир, как голубой сапфир, сравнивают, как выглядит голубой сапфир. Вот такой, вот такой цвет у Кришны. Этот Кришна, два пара ведовья, родился точно таким же, со всей пропорцией божественной в Писаниях, с этим цветом кожи. И он дарит людям веды. Он делает веды, он знает о том, что наступает Кали-юга. Эпоха, в которой мы сейчас живем, называется Кали-юга. Это все про это слышали, она длится 40 тысяч лет и обозначает деградацию человечества. До этого не нужно было необходимости вообще в книгах. То есть, один знание передавалось от учителя к ученику в устной форме. Ты пересказываешь там 20 тысяч стихов, и эту чинку достаточно одного раза слышать, и он дальше это знание переносит. Но он знает, что приближается Кали-юга, и тогда он начинает упрощать знания, ведическое знание для нашего понимания. Для этого он сначала делит веду на 4 части, составляя 4 ведических гимна. Потом к ним он пишет пураны, разъясняющие те слова тех личностей, которые описаны в этих ведических гимнах. После этого он пишет упанишады, показывающие еще расширяющие значения, показывающие божественную природу самого Господа, абсолютно истинный. После этого он пишет веданту, веданта. Анта обозначает заключение, вывод, поскольку сложно понять, как ведические гимны людям. И даже после пураны сложно, и даже после упанишад сложно. Поэтому он в качестве упрощения пишет 550 сутр выводов по знанию. Ну и это невероятно сложно для понимания. И тогда он пишет комментарий на эти выводы, на каждый из этих выводов, который называется Шримад Бхагава, тот, который мы слушаем здесь по вечерам. Когда он пишет все скриптуры, Бхагава, Пуран, Упанишад, когда он пишет все скриптуры, даже не осторожно. Он понимает, что ему не полностью чувствует себя, он понимает, что такое, что суть в этом. Но он понимает, что суть в этом, что суть в этом, он думает много, не думает, Вы знаете, я писал так много скриптуры о том, как жизнь стала счастливой жизни, но я не знал счастье, вы понимаете, что у меня есть какие-то ошибки. Когда вы думаете о желании Бога, Гурдави и Нарады, и Нарады. Итак, когда Веда Вьясачи написал периодические писания вплоть до Веданте-сутры, до заключений, ему казалось, он дал все необходимое для человеческого общества. Ему казалось, я писал людям о том, как следовать закону, как становиться богатыми, как становиться успешными в этом мире, о том, как удовлетворять свои чувства, потребности, и как еще и освободиться из этого мира, но при этом все равно испытывал чувство неудовлетворения, как будто что-то не додал им, и он все никак не мог понять. Верховная Личность Бога не мог понять его инкарнация, потому что ему казалось, что что-то не додал. И тогда вдруг появляется самый величайший духовный учитель времен и народов, Нарада. Щенарада, слышали кто такой? Тогда появляется Щенарада, он его духовный учитель. Когда Верховный Господь сюда приходит, он всегда принимает духовного учителя, тем самым он учит нас о том, что без духовного учителя мы никогда не сможем разобраться, даже он сам принимает духовного учителя. Появляется Щенарада, который объясняет, почему он испытывает такое чувство. Я так понимаю, как такое мнение? Нарада. Нарада мени… Нарад мени Ажнаана, you know, Ажнаана, Dhaa мени, Our all kinds of Ажнана are finishing, Nar meaning Gyaan, Dhaa мени, who gave a very spiritual гаан to everybody. Narada мени, Ras. Дhaa мени, He gave to everybody the spiritual Ras. А теперь можно посмотреть, насколько многозначительный санскрит, как язык вообще. Итак, его духовный учителя зовут Нарада. Что же обозначает это имя Нарада? Нара обозначает Агьян, тот, который уничтожает невежество, одно из значений. Нара также еще и знание, тот, который дает божественное знание. Нара это также и особые взаимоотношения, вкус взаимоотношений, раса называется. Да, тот, который дает вкус божественных взаимоотношений. Нара также еще и материальные привязанности, и да, тот, который обрубает эти материальные привязанности. Поэтому Нарада еще обозначает и тот, который освобождает нас от материальных привязанностей в этом материальном мире. Не быстро я говорю? Быстро, не вспомнился. Быстро. Чего не знаю? Записывать? А слушать? Не знаю. Повторить? Да, повтори, пожалуйста. Нара. Да. Нара. Да. Нара Агьяна. Да. Который освобождает от Агьяны, от невежества. Нара. Ну, потом пиши просто Нара это знание, Нара это невежество, Нара это раса, Нара это материальные привязанности. И исходя из этого уже по смыслу потом допиши. Нара. Да. Дхарма, то есть父 и Моя, то есть материал, сева и все. Для всех пациентов дхарм обслуживают. Артра, вы пытаетесь получить много денег. Может быть, вы скажете, что счастливы. Вся счастье, ты как раз меня становишься счастливой, или в своей жизни становишься счастливой, или в своей жизни, или на парке, или в чтобы сделать счастливую счастье, или выбривание счастливой счастья. имени счастье, то есть мы все могут быть священником, но мы не ожидали счастья, а мы не возмедлялись счастья, но и наш счастье будет счастье. Когда мы говорим сказать что с трудом, то с трудом в себе с нордом! Если бы это сесть, многие же случаи, но мы не могли бы с удовольствi ocorra и прислать к мир, и мы взяли счастье, то с требованием с нордом. по сути господь показывает здесь и нашу ситуацию тоже когда видов ясо казалось бы передал все знания людям а все равно испытывал что чего-то не додал людям если мы посмотрим на свою собственную жизнь на жизнь других людей то мы тоже видим что в принципе чтобы не выполняя в этом материальном мире даже если это успешно ты выполняешь то есть ну конечно кто мало сейчас кто следует религии то есть тут мы не совсем поймем но я видела людей которые безусловно идеально следует религии которые строят церкви которые помогают жертвовать священникам и так далее это неудовлетворенные люди те кто те кто становится богатыми может быть понимаете вы не понимаете иногда кажется что они счастливые я знаю как бы я очень хорошо с этим знакома это тоже неудовлетворенный сколько были денег не было у людей человек при этом все равно останется неудовлетворенным если также без ведом ясо подарил знание о том как удовлетворять свои чувственные бог в полном смысле свои чувственные потребности получать жизненные радости даже если человек удовлетворяет все свои потребности получает все жизненные радости которые существуют все равно останется неудовлетворенным даже если человек отрекается от всего уходит в лес получает освобождение от мира все равно останется неудовлетворенным и там в лесу тоже это мучаешь и крышно вопарина веда вяса и только народа объясняет что уже не хватает нам для того чтобы испытывать удовлетворение чтобы такое удовлетворение когда я сейчас настолько счастлив от своего положения что мне действительно вообще ничего не надо я я полностью удовлетворен и вот это вот это состояние она не уходит совсем вот это называется удовлетворение у кого мы найдем такое чувство вот этому сейчас будет объяснение о том как же можно получить удовлетворение я думаю в том как они больше мы не нужны и". AOонд Программа, это произведение полностью. Но вы знаете, вы в России много рассказывали об дармах. От Дармах,llä много. 很 много, которые вы знаете. Вы знаете, дармах, арта-кам, как можно сказать, мокша. Но вы везде не рассказывали. Что это дарма? Это жива. Вы знаете, что дарма? Дарма жива, только цивилище, кто идет, женский пасхан. Как вы? А кто? Жива? Жива-ида, Кришна-телинг, мамай-бханса, жива-лога, жива-бхута-санатана. Жива-ида, жива-сорубхая, Кришна-никтадаха. Жива-ида, Кришна-этернал-сарбхан. Эта религия только делает любовь к Кришна, делает любовь к Кришна, или рода, или мать, все это лад. Если вы не можете верить к Кришну, вы не можете быть садиться в любом материале. Такого удовлетворения. Первое, в нашей жизни должен появиться народа, у каждого из нас. В нашей жизни должен появиться учитель, который уже достиг этого удовлетворения, который знает, как его действительно достигнуть. И народа тогда объяснит о том, что даже если у человека добился совершенства, и в религиозной деятельности, и в материальном процветании, и в чувственном удовлетворении, и в отрешении, все равно он не будет при этом удовлетворен и счастлив. Почему? Потому что он не реализовал себя. Что значит не реализовал себя? Мы — это душа, а душа — это частичка, мы — это личность. И душа — это частичка самой прекрасной, могущественной личности. Кришна говорит, в Бхагатгите, мамай и вамщи джива локи, джива бхута санатана. Мамай и вамщи джива локи. Все души, все живые существа, это мои частички. Пока эта частичка не обретет свою связь со своим источником, в Библии говорится, мы по образу и подобию его. В Коране говорится то же самое. То есть вот как мы личности. Личности значит, у меня есть личностные качества. Личностные обозначает, любовь нужна. Каждая душа, она никогда не будет счастлива, пока она не реализует себя в любви. Пока она не реализует себя в самой высшей, самой прекрасной, самой чистой любви. К кому? К самой прекрасной личности. До этого момента она никогда не может быть не удовлетворена, не счастлива. Точно так же, как огонь всегда тянется к солнцу, точно так же, как реки всегда бегут к океану, так же душа, она своей природой призвана дотянуться до него, с ним иметь свои чаяния, свою надежду, свою любовь. И пока она этого не получит, чем бы она ни занималась в этом материальном мире, не удовлетворена она будет и не счастлива она не будет. Нам в жизни нужен народ, который каждому из нас поможет, как достичь этого. для того, чтобы понять о том, что мы чувствуем в этом мире, Махарач Астарова просит рассказать эту историю, послушать ее внимательно, как он обычно говорит, и пересказывать ее другим людям, потому что действительно у калиюжных людей нет памяти и интеллекта. Нам сложно что запоминать и сложно в чем разобраться. Только наглядными, простыми историями мы сможем кое-что понять. Так вот, однажды в город приехал Лунопарк. С большими каруселями открылся Лунопарк, с большими ярмарками. Весь народ туда посыпал. И туда пошел отец со своим любимым сыном. Они пошли вместе для того, чтобы там порадоваться всей этой Лунопарку. И когда ребенок шел со своим отцом и в руке держал руку своего отца, он был так счастлив, он смотрел на одну карусель, на вторую карусель, на третью карусель. Ему каждая карусель была просто необычайно интересна. Ему хотелось и тут покрутиться, и так покрутиться, и так, но лишь бы с папой. Либо папа, чтобы смотрел, либо я с папой, чтобы покрутиться. А там еще раздавали самые разные сахарные ваты, конфеты, жареные кукурузы, шоколадки, шарики. Просто необыкновенно красивое увеселение. Но так получилось, что людей было очень-очень много, и сынишка потерялся от папы. Где-то разошлись, и пока сынишка опомнился, уже папы нету, и какие-то странные люди вокруг. И он принялся плакать, навзрыт. Папа, папа, папа. Народ стал собираться, думал, ну как ребенку помочь? Они стали ему показывать, смотри, какая каруселька, каруселька. Папа, 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 плачет он. Ну, как что ему дать еще? Смотри, смотри, у меня конфетка, и что мы обычно детям даем? Смотри, какая вкусная конфетка, ням-ням-ням. Смотрит на эту конфетку. Папа, 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 никакие ему не конфетки. Пять минут назад ему нравились все карусели, пять минут назад ему нравились все шоколадки, все эти вокруг лица улыбающие. Сейчас ему просто все перестало интересовать. Ему нужен только папа. А там, на другом конце этого лунопарка, источник, в испуге, бегал отец этого ребенка, искал, где мой сын, где мой сын метался. И нашелся один человек, который увидел обе ситуации, который увидел этого вмечающегося мужчину и толпу людей с плачущим ребенком. И он привел отца к этому сыну. И только когда увидел папу, только когда опять он успокоился, они решили еще погулять по лунопарку, ему опять стало нравиться. И все карусели опять интересные стали, и все шоколадки опять стали интересные. Вот это вот история о нас. Лунопарк это этот материальный мир. Тут очень много самых различных каруселей интересных. Мы в каждой жизни крутимся на разных каруселях, получаем разный опыт, мечтая о том, что мы когда-нибудь на какой-нибудь карусели будем счастливыми. Какие-нибудь шоколадки при этом вкусные едим, имеем те или иные взаимоотношения. Но пока ребенок без матери, он посмотрит на какую-то шоколадку или на какую-то карусель немножко, а потом все равно плачет по матери. Вот точно так же и мы. Что бы не получили в этой жизни, чему бы не порадовались какое-то время, а потом вкус к этому уходит, а потом оно перестает тебе нравиться, оно куда-то вот эта радость испаряется. Почему? И что-то все время не хватает при этом. Во всех взаимоотношениях и все равно чувствуя себя где-то одиноким, где-то тебе не полностью помогают. Ты при этом не получаешь высшее счастье, не получаешь высшее удовлетворение. Все потому, что потерялись мы от папы. Папа нас ищет, а мы папу ищем. И поэтому все время плачем. Как рождаемся, плачем. Живем, плачем. И умираем, плачем. Все происходит в боли. Все это будет до той поры, пока кто-нибудь не появится и папу нашего не пригласит. Или нас к папе не отведет. Придет и скажет, слушай, я знаю, где твой папа, пошли со мной. И когда мы только будем с нашим папой, вот тогда для нас будет уже не важно ничего. И мы будем радоваться, мы вдруг увидим, какие замечательные тут карусели, какие замечательные тут шоколадки, пока мы будем с папой. Вот это когда Байшнавы, когда учитель появляется в нашей жизни, это как раз тот самый, который приводит нас к нашему папе. Сейчас мы попоем на санскрите, либо на бенгаре, либо на хинде. Махамантра. Как же обрести своего любимого папу? Если, например, ребенок потерялся, ему нужно очень громко кричать. Например, ребенок упал в колодец или в яму. Для того, чтобы его оттуда вытянули, надо кричать очень громко. И потом, нужно кричать Харе Кришна, Махамантру. Тогда он услышит точно. Сейчас мы пойдем Харе Кришна, Махамантру. Харе Кришна. Нашего папу зовут Хари, чтобы мы знали. Хари обозначает тот, который очищает от грехов. Ребеночка маленького от грязи моет. Так вот, когда мы поем хоре, мы говорим, папа, ну тебя же очищаешь от грехов, от грязи. Пожалуйста, очисти меня тоже. Потом нашего папу также зовут Кришна. То есть на русском Христос называется, на английском это зовут Крис. Крайст, то есть практически нет разницы между Кришной и Крайстом. Просто Иисус Христос, он хотел принести знания о Кришне, но в зависимости от того, что языки разные, произношения разные, поэтому Кришна стала в Крайст, а на русском оно вообще превратилось в Христ. В общем, нашего отца зовут Кришна. Кришна обозначает тот, который способен привлечь в себе нас абсолютно непослушный ум. Только он способен справиться с нашим умом и подарить нам счастье. Его также зовут Рама. Рама обозначает тот, который дарует покой, умиротворение в сердце. В каждом сердце он находится. А также у нашего Господа, у Него есть вечный женский образ и вечный мужской образ. И вот вечный прекрасный женский образ, нашу маму, зовут Хари тоже. Рада или Хари. Хари Кришна. Садитесь, где вам удобнее. Садитесь, где вам удобнее. Как громче звать, тем быстрее они появятся перед вами. Хорошо. Хорошо. И мы говорим, что это по культуре, что это тоже по культуре. По культуре тоже по культуре. Я по культуре. И сейчас скажу. Раньше в ведах, которые исследовали на Руси, называли Господа Крышень, а его женский образ Радуница. Вот когда раньше исследовали на Руси, был Крышень и Радуница. Вот. В общем, Махрад говорит, носите огню, как папе и маме. Будем громко сейчас звать Крышну и Радуницу. И хлопать при этом в ладоши надо. Это очень полезная штука. В общем, почему это так замечательно хлопать в ладоши, когда мы при этом зовем Раду и Крышну. Ну, теперь-то уже стала известна такая наука, как хиромантия, когда и тут и линии есть, на которых наша судьба написана. И точки все есть, соединяющиеся с нашими органами. Все теперь знают, да, это. И когда ты надавливаешь на эти точки, то у тебя все органы приходят в тонус. Ты вот, здоровье у тебя улучшается. Так вот, когда мы повторяем Гарри Крышну и при этом хлопаем в ладоши, мы ведь нажимаем на все эти точки. И поэтому наше здоровье непременно улучшится, даже больше, если бы просто где-то хлопали. И потом, линии-то у нас, конечно, написаны. Можно, конечно, найти людей, которые их читают, но они никогда не смогут поменять эти линии. То есть они никогда не смогут поменять плохие линии на хорошие линии. Кто это может поменять? Только и папа, и мама, которые все это создали. Они только и могут поменять. Поэтому, если человек повторяет Гарри Крышна и при этом хлопает в ладоши, у него линии поменяются с плохих на хорошие. Хлопать нужно больше. И, по идее, у нас еще и на стопах те же самые точки. Нужно лучше еще и попрыгать при этом. Но Махарадж пока не предлагает. Харишка. Харишка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Он говорит Дима Торзок 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 Димa Торзок Дима Торзок Тех, кому ты служил, тех, ради кого ты прилагал столько усилий, даже если они оскорблять тебя будут, даже если они унижать тебя будут, все равно ты будешь терпеть привязанный к ним. Потому что таковы природы материальных привязанностей. Только если человек с молодого начинает помимо своей семейной жизни еще и служить Господу, задумываться над Ним, только тогда можно потом избавиться от материальных привязанностей. В другом случае не получится. So telling who is a very intelligent person, their own childhood, even five old age, their time to start this spiritual life. Then this boy telling why, when you become young, then start a spiritual life. Are you any guarantee you are still staying in the young age? Without next life doing well, this is the dhuralhava of manusha, and mom, this human being, that ordinary being, after, you know, this is the 84 lakhs after death and birth, but then, Lord, He gave again, gave this human being. And anytime you can die, now going to Russia and Uzbekistan, going to fight now? They are warm? Ukraine. Ukraine. They are going to fight now. Anytime you also fight here also. So, no any guarantee, what time, what time is not happening. In Shivan Bhagavata, the great saint, although he is young, he is only five years old, he teaches his people, his classmates, who are also so many years old, that the bhajan or the service of God needs to be done for five years. Kaumara. In Sanskrit, it is called a charit pragyo. In five years, it needs to be a person, to be a little, to be a little, to be a little, to be a service of God. И только тогда он сможет достичь успеха. Какого успеха достиг прохлада? Он, сам Господь появился пред Ним и исполнил все его желания. Вот это вот достоинство или преимущество того, что человек рано, как потом, потому что еще твое сознание чистое, еще твое тело полное сил. Вот тогда Господь оценит это и отблагодарит за это. Этот прохлада учил маленьких мальчиков. Говорит, ну вот вы думаете, что вы потом когда-нибудь избавитесь от своих привязанностей, оставите, например, свои семьи. Ну в России, наверное, уже традиция эта позабыта. А раньше считалось как? Ты живешь семейной жизнью, а потом ты оставляешь семейную жизнь и уже думаешь только о высшем, уже думаешь о предназначении души. Сейчас это практически знание об этом утеряно. Но прохлада учил, говорит, у вас же нет гарантии то, что вы доживете до того времени. Говорит, то есть сейчас же все ругаются, и не только ругаются. Все же многие убивают друг друга. Говорит, сейчас вот там конфликты, там конфликты. Махрач говорит, между Украиной, Россией конфликты. Там тоже люди думали, что они до старости доживут. А они ведь не дожили. Так вот, что не нужно на потом откладывать хорошее. Нужно всегда это хорошее заниматься прямо сейчас, пока оно есть такая возможность. Потому что возможность такая есть не всегда. Тело, которое у нас сейчас есть, в нем мы можем задумываться о высшем предназначении души. Но это не всегда такая возможность. В теле собаки-то невозможно об этом задумываться. Ни кошки, ни птички, ни рыбки. А нет, это не говорит о том, что у нас всегда тело человека. У нас всегда разные тела. И вообще в этом мире 8 миллионов, 400 тысяч видов жизни. И мы были во всех и все. И только сейчас нам по милости, из милости, Господь подарил человеческое тело. Для того, чтобы мы могли реализовать себя, как его частички, как его возлюбленные слуги. Но это не значит, что у нас есть в следующей жизни такая возможность. Совершенно не значит. Мы не знаем, в кому мы будем в следующей жизни. Мы не знаем, сколько нам лет осталось. So, Пралад Махараз, he gave so much example, why necessary to childhood version. He gave so much example. When this is clay, this is the clay, then what you want to make. When it's completely white. I understand. Then not make anything. Like this, when some bamboo, when it's the... When this is one paper, completely clear, that time writing, you know, when writing, you want to come writing. When small tree, one tray to another place, you can put them possible. When big, not possible. So, this way, you know, like this, he gave so many examples. Like this, when child, whole time necessary, can practice the spiritual life. This amazing little Holy Holy Spirit, the cold, on a simple example, he explained his own class. He told them, look, look, like this clay can be made of clay, because it's still soft, it's still soft, it's still fresh. You can use any clay clay, you can use any clay clay, you can use any clay clay, and it will be a wonderful thing. А если горшок уже старый, если земля сухая, горшок уже обожженный, что можно из него вылепить? Если бамбук, кто-нибудь, никак не знаю, кто такой бамбук? Бамбук, это такие стволы, растут высоко, используются сейчас для конструкции, когда стоят. Так вот, бамбук, он пока молодой, да, любой кустарник взять, пока ветви молодые, они мягкие, пластичные, ты можешь их скрутить и сделать какой-нибудь красивый натюрморт. Когда они выросли, если ты попробуешь их согнуть, они сломаются. Бумага. Только лишь на чистой белой бумаге можно красиво рисовать, как вот сейчас вот рисуют там в Дамодаре. Если бы эта бумага была бы уже исписанная, если бы там уже были разрисованы вот эти вот маленькие девочки, как бы она их дальше разрисовывала? Вот то же самое в нашей жизни. У нас сейчас сознание, у ребенка, у него сознание более-менее чистое еще от всех впечатлений потом. Если он на этом чистом сознании уже постарается понять свою сущность, духовную сущность, свои взаимоотношения с Господом, у него это и быстрее получится, и чище получится. А когда у нас уже определенный опыт есть, который всегда будет смешиваться с нашими концепциями, а когда у нас уже и сил не будет, то очень сложно чего-то понимать, при этом все время хочется спать, очень сложно при этом чего-то делать, когда тело уже практически не делается, когда ты уже изношенный, машина твоя изношенная, что ты можешь фактически тогда сделать? Поэтому шансы не уменьшаются. Есть, когда предоставляется такая возможность, когда до вас дошел учитель, когда вам открывается это знание, в то же самое время и старайтесь это сделать. Да, да. Да, да. Нарада говорит, кто это, чтобы они и не нравятся хорошие слова, довольно-таки простые слова. Если они много пацаны, они начинают они очень счастливы. Они как вот и вот этот пацаны, только они никого нет. Они не грудные. Они используют chez них. Они и другие氣. И потом народ стал объяснять Вьясада о том, что ты ведь не описал о прекрасном Шри Кришне. Вот если ты сможешь описать это, то тогда все, кто услышит об этом, почувствуют невыразимое счастье у себя в сердце. Те, кто будут слышать о Господе, те, которые будут говорить о Нем, это дает просто необъяснимое, невыразимое чувство счастья, когда ты слушаешь о Кришне, о том, какой Он Кришна. И тогда народа дал ему указание, чтобы он написал о Кришне. Как это действует на людей? Когда человек услышит о Кришне, происходят чудеса. Вороны превращаются в кукушек, а цапли превращаются в белых красивых лебедей. Как это происходит? Вороны и кукушки взять. И те, и другие птички темные, небольшие. Но у ворона, когда она поет, не сладостласно это пение. Оно немного противно ушам слышать. Ну и питается она тоже невкусными вещами. Она любит горькие вкусы. А кукушка? Ну, конечно, кукушки отличаются здесь от индийских кукушек. Но тоже российская кукушка красиво поет. Когда в лес заходишь, она ку-гу, ку-гу, ку-гу. Особенно весной, то приятно это слышать. Так вот, мы все вороны, пока мы не слышим о Крышне. Почему? Потому что мы все время говорим об этом материальном мире, где только боль, страдания, несчастья. Все, о чем мы говорим, напоминает карканье ворон, которое неприятно слышать. От меня жена ушла, меня работу бросили, денег не хватает. И так далее и тому подобное. Это называется карканье ворон. Когда человек начинает слушать о Крышне, когда он начинает слушать о красоте его, о его милосердии, о его подвигах, о том, какой он добрый, великодушный, галантный, элегантный, деликатный, о том, какая любовь у него с его вечными спутниками, которые ничем не меньше, чем он. И когда ты слушаешь об их прекрасной любви, то ворона превращается в кукушку. Она забывает об этом материальном мире, полном боли и страданий. Ее сознание хочет только говорить о Кришне, только слушать о Кришне. И тогда у нее появляется красивая ку-гу, 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 которая радует сердце и которая приносит благо. А также цапли превращаются в белых лебедей. И те, и другие большие белые птицы. Но мы пока еще цапли, пока не слушаем о Кришне. Чем отличается цапля от лебедя? Цапля, она хоть и большая и белая, красивая птица, но она живет где? В грязном болоте. Торчит там с утра и до ночи в этом болоте и выискивает насекомых, червячков, лягушек. Этим она и питается. А лебеди, они белые, красивые, грациозные и питаются нектаром, сладким нектаром стеблей лотоса. И вот так же и мы. Пока мы живем в этой материальном мире, нас все тянет на что-нибудь невкусненькое и грязненькое. На каких-нибудь трупиков, на каких-нибудь испорченной пищи, наполненную канцерогенами, которые непонятно какой свежести. Зайдешь в магазин и одни свежие продукты десятилетней давности стоят. Так вот, когда человек слушает о Кришне, то он тогда после этого превращается в белого лебедя. Ему после этого хочется принимать только особый нектар. Нектар о Кришне и нектар, который уже предложили Кришне. Всю пищу мы предлагаем Кришне, а становится подобен нектару, подобно сладкому соку лотосов. Хорошо. Так вот, Нараду говорит, что, 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 то, то, как, то то, И так без Учителя мы не можем обрести истинное знание без цепи Учителей. И Нарада стал рассказывать Вьясадеву о том, как Он сам, то есть Он учен Его достичь совершенства и рассказывает на этом своем жизненном примере. Он говорит, то, как это со мной случилось, как теперь я, а кто такой Нарада? Нарада это вселенский космонавт, Нарада, он не во власти законов природы. Он может сейчас находиться здесь, а потом очутиться на другом конце вселенной, а в следующий момент Он захотел и вышел из этой вселенной, и появился в той или иной обители Господа. Он совершенно не подвластен законам физики и математики этого материального мира. Так вот, Нарада рассказывает о том, как Он добился этого. И Нарада бессмертный, и у Него личные взаимоотношения с Господом, и Он участвует во всех Его играх, когда Он приходит, там и Нарада везде. Так вот, как же Нарада сам добился этого? А сейчас Вимал Прабу, Брамачари, ученик, который следует Целебату, расскажет нам о Гуру Татве, о науке служения Духовному Учителю. Так вот, стандартный. Он использует микрофон. Да нет, конечно. Да нет, нет, нет проблем. Они же в этом собеседнике спрятать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что все, что мы имеем, это приходит к нам из того окружения, с которым мы общаемся. То есть все с детства знают прекрасную историю о мальчике, которого звали Маугли, которого нечаянно забыли в джунглях, потом его взяли обезьянки, вырастили его, и он был очень-очень хорошей обезьянкой в человеческом теле. Этот пример из жизни, как никто другой, показывает нам действительно важность того окружения, в котором мы находимся. И когда человек, он рождается, он начинает смотреть на своих родителей, он начинает впитывать их взаимоотношения друг с другом, он начинает видеть реакцию своих родителей на каждое действие, таким образом он учится. Дальше его обучение приобретает более широкий смысл, когда он идет в садик, в школу, в университет и так далее. То есть, как Махарадж прекрасно сказал, для того, чтобы даже научиться плохим вещам, нам нужен учитель, нам нужен гуру. Почему? Потому что, чтобы кому-то научиться курить, ему, во-первых, нужно знать, что такое сигареты. Откуда он это может сделать? Конечно же, средства массовой информации, да, или тот, кто уже этим занимается. Вот. И когда, традиционно, когда начинается какая-то харикадха, для начала каждый человек, каждый ученик, он прославляет своего гуру-дэва. И есть одна общепризнятая шлока, с которой я хотел бы начать обсуждение гуру-татвы. Она начинается. Я смиренно склоняюсь, преподаю к стопам моего духовного учителя. Почему? Потому что он настолько милостив, и он светом знания озаряет и рассеивает тему моего невежества. Мы все давно слышали эту поговорку о том, что знание – сила. Но что это за сила? Это сила, которая сможет нас сделать счастливым. Это сила, которая сможет кого-то поработить, если использовать все неправильно. Знание является очень могущественным средством достижения той или иной цели. И когда у душе с процессом накопления сукрытия появляется возможность, Господь посылает милостивую возможность встретить его спутника, да, например, если бы пророк Мухаммед не пришел, мы бы не узнали, что такое ислам, да, что такое покорность Господу в настроении ашварь и благодовения. Если бы Иисус Христос не пришел, как бы мы могли узнать о том, что Господь Он всеобъемлющий, и каждый является сыном Господа, да, и обретя прибежище в Господе, мы бы смогли продвинуться как-то в этой жизни, да. Как бы мы могли узнать о том, что вот это все, что мы делаем, да, вот, прелюбодеяние, воровство, да, так или иначе, если даже мы делаем это неосознанно, оно приносит вреда, если бы нам не указали на это. Что же говорить о чистом духовном Утителе? Тогда Он дает нам самое высшее знание. Он абсолютно полностью рассеивает наше невежество и дает нам Самбанха Гьяну. Самбанха Гьяну – это истинное представление о том, что же такое, кто же такое живое существо, что это из себя представляет, почему мы не являемся этим телом, и если мы не являемся этим телом, тогда кем же мы являемся? И только приняв прибежище у чистого духовного Учителя, вот эта пелена на нашем сознании, она может абсолютно рассеяться, тогда мы начнем понимать чистое положение вещей. Когда Сам Господь Кришна приходит в Своем изначальном облике, Кришны, Тот, Который привлекает всех живых существ и Который дает необычайное блаженство всем живым существам, Он раскрывает эти истины сам о себе посредством Своих же чистых преданных, которые являются для нас Учителями. Потому что Он говорит так, То есть, Ачарья, мой истинный представитель, чистый преданный, он настолько возвышен, что естественным образом он обладает всеми благоприятными качествами, всеми качествами полубогов. Все положительные качества, они находятся в Гурдеве, в сердце Гурдеве, в сердце истинного Духовного Учителя. А как мы можем обрести эти качества? Очень просто, ведь мы всегда приобретаем качества тех, с кем мы общаемся. Поэтому, если мы становимся ближе к Гурдеву, естественным образом все эти божественные качества входят в наше сердце. Но не только это, это еще не все, потому что божественные качества – это только начало славы Гурдева. Понимаете, Гурдев, Гуру означает, у этого слова очень много значений, и Санскрит, он как божественный язык, как изначальный язык, он несет очень-очень много смысла. Например, Гу означает тьму, ару означает тот, кто рассеивает тьму. Гу означает также тяжелый, потому что это настолько объемная татва, настолько объемная истина, которую можно изучать жизнь за жизнью, и с каждым моментом она приносит больше блаженства, больше радости. И также Сам Кришна говорит, если мы разгневались самого Господа, где нам искать прибежище? Гурдев может нас спасти, понимаете? Он может замолвить на нас ловечко перед Господом. Или, слушая Гурдеву, мы сможем обрести спасение, обрести милость Господа. И это очень точно законспектировано в ведах, в такой же логике, как То есть, если мы разгневали Господа, чем-то совершили какой-то грех, или как-то оскорбили Его, кто может нас спасти? Ведь Господь это совершенно превосходная личность, и никого не может быть превыше Него. Кто может нас спасти? Только Духовный Учитель может нас спасти, понимаете? Он скажет, нет, нет, пожалуйста, не принимайте оскорбления серьезно. Ведь это обусловленная душа. Он просто сейчас не понимает, что происходит в мире, что происходит с ним. Это как, знаете, как ребенок, который только появился на свет, который даже не может еще учинить себе все члены своего тела, понимаете, начинается мочиться и спорожняться на колени своей матери, но мать же, она его не отвергает из-за этого. Естественным образом, Гуру Дэв также умилостивит Господа, может попросить Господа о том, что Господь просил нас и дал нам возможность совершенствоваться. Однако, хараурусте гурусте, гураурусте накачан. Кто же может спасти, если мы совершим оскорбление Гуру Дэву? Кто? Даже Господь отвернет от нас. Как в истории с Боришем Махараджем и Дурвас Ириша, когда он пришел и сказал, я сейчас пойду принимаю младение, а ты подожди с меня, примем просад вместе. Но Боришем Махараджем следовал служению Господу, и ему пришло время прервать и кадыш, он выпил черенамрит, который в одно время прервает, после не прервает. Но Дурвас Ириша очень разгневался, что он пренебрег и наслал на него сначала окненного демона, но сам Господь спас его от этого демона, а потом сама же чакра, величайшее оружие Господа, погналась за Дурвасой. Но почему это происходит? Дурвасом тоже является чистым преданным, но он решил показать славу преданному Господу. Понимаете? Потому что во всех историях, если Господь проливает гнев на кого-то, тогда этого существа просто перестает существовать туже, чем в мгновение. Но эта чакра, она шла очень медленно за ним. Почему? Потому что когда он обошел все три мира, то есть все подземные прибежища, адские уровни, все райские уровни, он дошел до Господа Брама, Шиводжи, до самого Вишну, никто не мог дать ему прибежищ, однако сам Господь Вишну сказал, если у тебя заноза в ноге, зачем ты ищешь ее в голове? Ты оскорбил моего чистого преданного? Иди к нему. И попроси прощения. Принь мимо прибежища, и тогда я тебя прошу. Он так и сделал, и Господь просил его, понимаете? Поэтому продолжение этой шлоки такое. Тасмат, Сарва, Проект, Нина, Гуру, Мива, Браса, Дает. Все усилия необходимо направить на удовлетворение Шри Гуру, потому что удовлетворившись Гуру, мы обретем абсолютно все. В Харибакте Виласе сам Господь Кришна говорит, тот, кто из-за своей гордыни или невежества пренебрегает моими чистыми преданными и пытается служить непосредственно мне, тот вызывает во мне один лишь гнев. Однако тот, кто даже не старается удовлетворить меня, но старается полностью принять прибежи и посвятить себя ловство на стопах моего чистого преданного, тот воистину достойно обретит меня, и тот обретает меня. Поэтому все веды говорят, веды говорятся также о том, что человеческая жизнь – это очень большой дар, благодаря которому мы сможем пересечь океан материальной природы, но как это сделать? То есть человеческое тело – это прекрасный корабль, то есть это тот замечательный дар, с помощью которого мы сможем выйти из кругового рота рождения смерти, никогда больше не рождаться, никогда больше не испытывать страданий, никогда больше не испытывать обманчивых привязанностей, понимаете? Но как это сделать? Плавам Сукалпам, Гуру Карнатхара, этот корабль, на который мы должны пригласить Гуру Дева, который будет капитаном этого корабля, и он будет указывать нам должный путь, понимаете? Даже самолеты сейчас, которые являются совершенством технологического прогресса, они не могут летать без навигации. Почему? Ведь в них как бы заложено все, понимаете? Казалось бы, зачем им нужны навигаторы, навигаторы, которые будут с земли говорить им, сколько градусов им нужно повернуть в том или ином направлении. Зачем? Ведь они совершенные сами собой. Потому что небо настолько обширно, а что говорить о всем мире? Он еще больше обширен, понимаете? Творение Господа еще больше обширен, и без тех, кто будет нас корректировать, мы просто не сможем достичь цели и назначения, понимаете? Очень легко в этом огромном пространстве можно сбиться с пути. Однако Гуру Деф – это тот, кто сможет направлять нас в нужном направлении. И таким образом мы непримерно сможем достигнуть истинной цели человеческой жизни. Тот, кто поистине хочет заслужить, то есть добиться истинного блага для себя, тот должен принять прибежище учиться в духовный учитель. Почему? Потому что без духовного учителя вообще, как мы узнаем, кто мы есть? Что для нас является благом? Посмотрите, верные, они разделяются тоже на три категории, да? То есть три уровня для людей в невежестве, в страсти и в благости, да? И человек в невежестве, он будет считать, что для него счастье – это алкоголь или алкоголь. Понимаете? Он будет искренне верить, что это счастье для него. Однако человек, находящийся в гуне страсти или в гуне благости, он понимает, что это только вред. Как мы сможем это понять? Нам нужен тот, кто действительно это видит, кто это понимает. И это никто иной, как духовный учитель. Потому что он знает разницу между материальным миром и духовным миром. Тасмат-гурум прападет джигьясух шреватама, шабдея паре чайнишнатам браманью пасамашраем. Три категории, которыми обладает истинный гуру. Он абсолютно полностью познал шабда-брама. Он познал трансцендентный звук, он познал Господа. Лично. Понимаете? Он четко знает разницу между материей и духовной трансцендентностью. Почему я и сказал именно слово трансцендентностью? Потому что духовность относится больше к материальным проявлениям тонкого тела. Ума, разума, воли и так далее. Понимаете? Он абсолютно полностью познал все шастри. И ответами на вопросы он может развеять любые сомнения. У нас всегда есть сомнения. Потому что сомнения это нормально. Это признак интеллекта. Понимаете? Если бы мы ни в чем не сомневались, а все принимали за чистую монету, тогда бы мы могли наделать еще больше глупости, чем уже наделали. Понимаете? А он знает абсолютно есть все. И если у нас есть какой-то вопрос, и мы идем к чистому духовному учителю, он дает нам ответ на этот вопрос. И причем, казалось бы, даже если он дает ответ такой, который мы, казалось бы, уже знаем или слышали, он дает это так, чтобы наше сердце это приняло. И сомнения у нас пропадают. И самое главное, что он никогда не будет наше внимание опять направлять на материальный мир. Потому что он абсолютно отречен от Него. Он абсолютно понимает, что все принадлежит Господу и ничего не принадлежит Ему. Он ничего не использует для своего удовлетворения. Он все использует только для служения Господу. Понимаете? И таким образом, только духовный учитель, истинный духовный учитель, который обладает этими качествами, он может направить нас на поистине бесконечное счастье. Поистине к той цели, к которой мы все всегда стремимся. Потому что мы всегда стремимся к счастью и к любви. И мы не хотим временного счастья, временного любви. Мы хотим, чтобы оно никогда не заканчивалось. А только в Господе мы способны обрести это счастье. Потому что Господь всегда юн, всегда нов. И оно никогда не заканчивается, оно всегда только увеличивается. Понимаете? А чтобы обрести Господа, нам нужно связать, связать свою жизнь, связать свое сердце с тем, кто уже имеет этого Господа. Поэтому Господь очень милостивый. Он приходит сам, либо посылает своих спутников для того, чтобы дать возможность тем падшим душам, которые сейчас находятся в невежестве, прийти к нему. Слава Гуру Деву поистине бесконечно. Поэтому каждый здравомышленный человек должен, как только услышав об этом, принять прибежище у лотоса, стоп, чистого духовного учителя. И стараться служить ему, следовать ему всем сердцем, всем в разумении своим. И тогда мы непривенно достигнем блага. Потому что Гуру Дев это тот, кто является нашим вечным благошелателем. Он никогда, какими бы опасениями мы ни страдали, никогда не сделает для нас то, что принесет нам боль в дальнейшем. Никогда. Почему у Духовного Учителя описывает такую большую славу? Гуру Деву, он не одиннадцатый человек. Он говорит, что я, когда самсарадава, на ладе, на ладе, на ладе, на локах. Он говорит, что вы всегда страдаете, страдаете в этом материале. Когда все страдают, почему вы дети из-за Бога? Бог не может быть страдающим, что этот сын становится страдающим. Тогда эта благословие, благословие, он взял в форму Гуру Деву и появился здесь. Гуру Дев, учитель, это необычный смертный человек. В Шиви Вишаначи Крварти Такур, в Гурваш, таки в первом стихе говорит, самсара давана ла ли да лока. Он говорит, в этом мире бушует лесной пожар, который всех обжигает своими языками пламени, всех обжигает. И Господь не может на это смотреть. Господь ведь великодушный. Да, Он понимает, что люди грешат и получают по заслугам. Но все-таки Он хочет помочь, и поэтому Он, Его сила, Его великодушие, Его доброта принимает облик человека и спускается в этот мир, принимает роль духовного учителя. Доброта Господа, великодушие Господа. И поэтому Он способен на сверхъестественные вещи. Самое главное, Он способен на волшебное превращение грешника в великого святого подобного себя. Есть духовные учителя очень-очень возвышенно. Он действительно приходит из духовного мира для того, чтобы подарить милость Господа обусловленным душам этого мира. Почему же мы так благодарны безмерно, духовному учителя? Потому что подлинный духовный учитель дарует нам особый подарок. Нам он дарует. Он дарует имя Бога нам. Имя Бога, наделенное силой Бога, наделенной любовью Бога. Он дарует нам святое имя, которое способно, поскольку это Сам Господь, исполнить любое наше желание. И поэтому каждый испытывает благодарность своему духовному учителю. Чтобы понять, что такое Чин Та Мани, я расскажу историю. Однажды шел один человек по лесу, по тропе с большой сумкой, пустой сумкой, мешком. И увидел перед собой 10-ти рублевых монет целую гору. Что такой человек будет делать? И главное, гора никому не принадлежит. Хозяина нету. Ничье. И тогда этот человек будет набивать, у него сумка есть, он, понятное дело, будет набивать этими монетами свой мешок. И потащит. Сколько сможет унести, столько и набьет по самый верх. И понесет дальше. А потом он идет, идет по тропе и увидел, что там не 10-ти рублевые, а там, например, какая сейчас самая крупная монета? 9-10-5 тысяч. Да нету, монета. 10-10 рублей. 10, да? Дужали. Ну ладно. А дальше идут бумажные купюры в тысяча рублей. Что такой человек будет делать? У него мешок с 10-ти рублями. Набивать мешок. Он выбросит как мусор эти монеты. Будет он больше еще килограммы эти тащить. Это бесполезные. Он станет набивать тысячными. Тоже ничего? Ничего. Абсолютно. Он будет набивать себе этими тысячными купюрами. Пойдет дальше, будет с таким счастьем нести этот мешок. Чувствовать себя на решении блаженства. Идет дальше, видит другая гора. И там уже такая же гора в пять тысяч рублей купюры. Что он будет делать? Да он выбросит этот мусор, который у него сейчас в мешке. И будет набивать себя пятитысячными купюрами. Идет дальше. Идет дальше, дальше, дальше. Смотрит еще гора. И состоит из пиц. Вот евро. Точно. Откуда вы узнали? Доллары уже скоро бесценятся, поэтому там пятьсот евро. Шутка. Он выбрасывает свой мусор и начинает набивать пятьсот евро в свой мешок. И уже опять считает себя самым счастливым человеком. Идет дальше и видит перед собой золотые монеты, целую гору. Зачем ему эти бумажки, даже если пятьсот евро? Выбросит эти бумажки и наберет тогда уже золотых монет. И будет опять себя чувствовать самым счастливым человеком. Идет дальше этот счастливый человек и видит перед собой платье. Какой там первый камень-то? Философский камень. Описывается, что есть такой философский камень, который в алхимии, благодаря алхимии можно создать, который из железа при прикосновении обращает золото. Лежит только один камень. Что он такой человек будет делать? Он выбросит эти килограммы, которые он тащил, посчитая за мусор. Зачем он будет таскать эти килограммы золота, когда у него одним камешком к железу прикоснулся, сколько угодно ты получишь золото. Жизнь облегчается во много раз. И идет опять счастливый с камешком в кармане. Идет дальше и находит там Симантакмани. Симантакмани. Есть еще особый, еще более ценный камень, описанный в Шимальбагаватам и в некоторых пуранах. Он способен в день сам без железа давать 80 килограммов золота. Что будет такой человек делать? Выбросит этот мусор из кармана, которому надо еще и железо искать. Кто-то вообще просто дает это золото и пойдет дальше опять счастливый день у человека. Идет дальше и видит перед собой Чинтамани. Что такое Чинтамани? Чинтамани это самый драгоценный камень. Он еще круче, чем тот, который дает просто золото. Камень Чинтамани не нужно вообще золото. Он просто исполняет все желания. Когда тебе дают золото, ты должен еще это золото на что-то обменять. еще получится не получится это в той степени сделать как тебе это нужно. А вот Чинтамани он исполняет все твои мысли. Хочешь дворец построить? Какой он захотел, такой и построился. человек будет выбросит мусор, который у него в кармане и возьмет Чинтамани. Так вот, когда мы говорим о том, насколько мы благодарны своему учителю, там говорится о том, что он подарит нам Чинтамани, о том, что имя Бога подобно Чинтамани. Именно поэтому такой человек когда увидит как работает то Святое имя, тогда он безмерно благодарен будет своему духовному учителю. So, Гурдев, he gave this holy name, this holy Lord's name telling more than power of Lord. So, Гурдев, he gave this holy name to us. This is Чинтамани. If you are prepared to chanting this holy name, Mahapru telling Iyay te sarvasi can get all perfection if you chanting this holy name. chanth 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 Рей Krishna Hare Krishna Hare 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 Рам, Рама, Рама, Рамо, Харе, Харе. Доктор – это очень хороший доктор, он уничтожил наши лекарства. Сначала он сказал правила и регулирование. Если вы следите правила и регулирование, возьмите медицину очень быстро – эти лекарства уничтожены. Также Веды называют, что святое имя – это лучшее лекарство. Мы сейчас очень больны, находимся в этом мире, страдаем от своих собственных грехов в тех или иных формах. Так вот, святое имя – это лекарство от всего – и от материальных болезней, и от материальных проблем. Но лекарства нужно принимать по назначению врача и при этом выполнять определенные правила. Если человек придет к доктору, пожалуется на свою проблему, тот ему выпишет лекарство. Он при этом дает ему предписание о том, когда нужно принимать, с чем принимать, от чего нужно отказаться и т.д. и т.п. И вот тогда лекарства подействуют. А если человек не будет принимать лекарства, то купить лекарство еще недостаточно, чтобы оно подействовало. Его ведь надо еще и принимать. А если человек не будет выполнять предназначение врача, остальные, то оно может не подействовать. Поэтому для того, чтобы лекарство заработало, нужно его принимать и нужно выполнять определенные условия. И какие-то условия Махарай сейчас начинает объяснять. Он говорит, в Шимат Бхагаватам описаны четыре ужасные вещи, которые являются средоточием зла. Если человек что-то из этого имеет в своей жизни, то к нему придет все зло, которое только существует в этом мире. Что это за четыре вещи, от которых нужно избавляться как можно быстрее? В следующий месяц, который говорит, это гамблин, не играет в этом мире. Он говорит о правильном мире и в этот день. В нашей стране, в нашей стране, в НДА, Махарад в принципе есть большой империи, но он играет в этом гамблин и у нас все. Его и его братья, и с его братом, пытались принять его в этой собаке в начале. И 13 лет они были в будущем вокруг этого леса. Первая вещь, от которой нужно сразу отказаться, это различные азартные игры, из-за которых у человека становится естественным качеством лгать другим, а оно уже повлечет все остальное. Так вот, в Шамад Бхагуа там писана история про великого императора прошлого, который звали Юдиштыр Махарач, он был императором в земле, ему подчинялись многие другие государи, но его как-то пригласили играть в кости, и он в этих Махабарату смотрели? Кто не смотрел Махабарату? Есть еще такие люди? Обязательно посмотрите Махабарату, сейчас везде можно посмотреть, классная вещь. Там такие интересные истории будут, сейчас есть в старом варианте, там настроение получше, и в новом сейчас вышло, там спецэффектов, там все красиво, в общем. Хотя она немножко поглупее. Но тем не менее, там вы увидите историю, сейчас про нее слышите, а потом ее увидите своими собственными глазами. Был этот великий император Юдиштыра, который безукоризненно следовал религии, всем правилам, предписаниям. И вот тут однажды его братец пригласил поиграть в азартные игры, братец его не сильно любил. И там и тот обман, его обманули. Но так или иначе, он потерял всю свою империю, ему пришлось заложить всех своих братьев, четырех, включая свою жену, мисс вселенная тогда была. И этот злобный братец еще и хотел опозорить его собственную жену прилюдно, раздеть ее. И все из-за того, что в кости поиграть сели. Вот, Шримад Бхагатта учат о том, что нельзя играть в лотереи, в азартные игры и так далее. Вторая плохая вещь, которую нужно исключить из нашей жизни, это различные средства, затумляющиеся. Наш рассудок, самые разные, начиная с пресловутой водки, кончая дорогими ликерами и винами, все это замутняет рассудок, все это принижает человека, лишает его способности думать, ясно понимать, и Господь его не принимает. В Шримад Бхагаттам говорится, как только человек начнет к этому подтягиваться, все зло придет к нему в дом постучиться, в самых разных формах. Поэтому от этого нужно отказаться сразу. Человек, который начинает принимать интоксикации в разных формах, он абсолютно не умеет воздерживаться, он абсолютно не сможет управлять своими чувствами, он будет просто араб чувств и всех остальных людей. Я вот сейчас слышал о том, что Америка, она приняла большое участие в том, чтобы в русскую культуру привить алкоголь и другие плохие вещи. И теперь это считается нормальным в русской культуре. Русский человек сейчас считает, что выпивка для русского человека это нормальная вещь. Неправда. Раньше вы не знали русских людей. Когда говорилось, что русский человек любит медовуху, так вот от этой медовухи точно такое же влияние, как от кефира, если что. Но тем более. Так вот, те концепции, которые сейчас существуют, совершенно неправильные, привитые концепции. Затем, из жизни каждый человек должен убрать непозволительные взаимоотношения с противоположным полом. Потому что это лишает человека чистоты и на уровне тела, и на уровне тонкого тела тоже на многие годы. Если и хочется взаимоотношений, то эти отношения должны быть в браке. Чтобы это не было сегодня один мальчик, потом второй мальчик, послезавтра третий мальчик. Девочки, которые сейчас растут в России, они просто абсолютно невежественны в этом отношении. Они это воспринимают за моду и за нормально. Никогда такого не было. Это не модно, не нормально. Потом будет только раскаивание. Но что мужчина, он должен иметь взаимоотношения только в браке. Что женщина должна иметь отношения только в браке. Иначе у него никогда не будет чистое сердце. Она всегда будет лишена потом самого главного. И четвертое, что нужно убрать из нашей жизни, это насилие над другими. Тоже в самых разных формах. Начиная в грубых формах от мясоедения, от убийства другого человека до того. И другим не нужно чинить вред ни людям, ни животным, ни на уровне тела, ни на уровне ума. Если человек кушает мясо, то калий, то зло этого материального мира всегда будет стучаться к нему в дом. Если он сам кушает мясо, то жизнь его будет полна больших неудач. Жизнь его будет полна увечий, несчастных случаев, насильственной смерти. Почему? Потому что что посеешь, то и пожнешь. Никто этот принцип не отменял и никто не отменит. Если человек хочет прожить свою жизнь спокойной и счастливой, ему нужно перестать другим причинять боль и насилие. И вот если человек получает святое имя и не следует этим четверо, убирает из своей жизни интоксикации, азартные игры, незаконные взаимоотношения, вот это распутство и разврат, если он из своей жизни убирает мясоедение и повторяет святое имя, очень быстро его жизнь налаживается. И очень быстро он получает новый вкус к жизни, ни с чем не сравнимый. И человек избавляется от необходимости рождаться в этом материальном мире, похожем на тюрьму, чтобы отбывать свой срок. Он получает замечательное, трансцендентное тело, как у народы. И Господь очень милостивый, Чайтаня Махапрабху по этому дарит для всех для нас очень легкий фактический процесс. Повторять это святое имя и воздерживаться всего от этих четырех вещей. Ничего сложного при этом нету. И тогда он легко достигает все совершенства, оно становится Чинтамани. Харьсак. И это очень вкусно. Но теперь, как происходит, у вас есть кондициональный соль, и в жизни есть шанс, и вы не можете видеть. Но что я могу сделать? Он показывает, что сухарка не очень вкусно, но кто-то чувствует бетол. И как вы видите, у вас есть занди, но что я могу сделать? Когда я пью, 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 пью. Великие святые, в том числе Ширупа Госвами, говорит, как сладко на вкус это святое имя. Он говорит, оно слаще всего самого сладкого, которое мы только пробовали. И оно приятнее, благоприятнее всего, что только существует. Но мы почему-то, когда начинаем повторять святое имя, не чувствуем этого. И все почему объясняет Ширупа Госвами, потому что мы больны, больны желтухой этого материального мира. Мы сейчас привели себе непонятные вкусы, несвойственные для нас, несвойственные душе. Но он говорит, если постепенно повторять это святое имя, даже если при этом ты ничего не чувствуешь, то все равно оно работает, оно будет работать как лекарство. И постепенно ты начнешь чувствовать его сладостную природу. Если кто-то хочет чонить это имя, то они могут принимать это святое имя. Махарадж говорит, что те, кто хочет, они прослушали о том, какое замечательное святое имя, какое оно чентамане, какое оно лекарство. Если вы хотите начать принимать это лекарство, то Махарадж вам может дать четки, на которых это лекарство будет работать, и покажет, как правильно повторять. Хорошо? Хорошо. Если есть какие-то вопросы, что-то непонятное прозвучало, если что-то вспомнилось вдруг, то тоже можно задать. Махараджа, можно попросить Махараджа рассказать, прославить своего груды Бхакти Ширупа Сидданьте Госвами, Махараджа? Он сказал, что сегодня попозже расскажет, наверное, к вечеру. Сейчас даже время на презентации нету. Преданные часто задают вопрос, почему именно корова является животным священным? Махараджа, почему? Почему бы они сказали? Почему лекарства... Это специальное животное, очень существенное свое. А почему бы не пиво, а почему бы не пиво, а почему бы не пиво, а почему бы не пиво? Беда говорит, что когда Брама создала крючка, то все деми-гардов дали к крючке. Он говорит, что здесь один человек, а здесь один деми-гард. Так что они сказали, что 33 деми-гарты сидят в кове. Когда Брахма создавал этот ков, то все деми-гарты, сейчас Парбати и Лакшми, в Сарасвати и Лакшми, не присутствуют. Когда они слышали, что Брахма создавал очень хорошие животные, то есть Брахма, но не было. Все это было. Но вы не могли бы ни было, но они были в двух местах, это были в уринене и в стуле, это неоплотно. Но они тоже были в уринене. И они были в уринене. И они были в уринене, и много медицины. И сейчас, в Сарасвати, много медицины, итак а когда в ведах описывается история когда господь брама вторичный творец этого мира делал различные виды жизни то он решил сделать самое полезное для всех и он сделал корову и она была бы она во всех отношениях я и для самой полезной мать ко всем и тогда все полубоги а их ведах описывается 33 миллиона все захотели находиться в теле коровы и они каждый из них находится в определенном участке в теле коровы и говорится что каждый волосок на корове это один из полубогов а потом об этом узнали лакшми богиня удачи и сарасвати богиня знания они опоздали немножко на раздачу мест в корове и когда они пришли господу браму и попросились мы тоже хотим находиться в ее теле тогда господь брама ответил что мест нет ну пожалуйста но где-то возможно хотя бы осталось место он говорит два есть это горит в возле анального отверстия и возле мочеиспускающего и они с радостью взяли нас и взяли на себя такие славные места и поэтому все что дает корова вплоть до навоза вплоть до мочи является очень-очень благоприятным и излечивающим от многих болезней говорит в аюрведе если посмотреть на полезные свойства навоза и мочи корове то можно видеть о том как множество болезни они излечивают и мы можем в этом человеке и макарапару в этом макарапару в том что мы-то и макарапару как человек у нас есть так и он здесь на макарапару как они-то выгодят и кого-то выгодите и если вы не будете ехать, что вы не будете ехать, то есть все, что мы будем ехать, мы будем ехать, что мы будем ехать. Почему? Матерь, сколько лет она выхала? 3-4 лет, только она выхала. Но всю жизнь выхала, что вы пили? Это ков. И он, что она, маль, она ее рода. Знаешь, сейчас много машин, но раньше она не была машин. В читании Чаритамры там описана история, как однажды Махапрабху пришел к одному из мусульманских правителей, которые звали Чан Кази. И говорил ему, тот утверждал, что корову есть можно, и сам он при этом полностью придерживается Корана. И тогда читание Махапрабху говорит, что Махарадж больше знает про мусульманство, потому что у них там основные мусульмане в Индии. И тогда Махапрабху говорит, разве у тебя в Коране написано, что корову едят? Нет, говорит, недель написано. Тогда почему же вы едите корову-то? Потом он говорит, а ты ведь пьешь ее молоко. Тот, кто дает тебе молоко, он для тебя кем является? Матерью является. Ты от своей матери сколько молоко топил? В Индии 3-4 года поет. Сколько сейчас в России поет молоко? Год хорошо, да? А корова-то тебе дает всю жизнь свое молоко. Кто для тебя больше мать-то? А бык? Это сейчас тракторами вспахивается, комбайнами. А раньше-то бык это все тащил. Тащил, из которого хлеб человек имел. Так кто же является кормильцем-то? Бык он ведь как отец. Это ж в какой религии написано? Кушать-то собственную мать и кушать собственного отца. Так что это правильно. То есть это манса. Это манса, это санскрит- това. Также в России есть Майанса. Майанса. Это манса. Это шансрит- това. Это, это манса. Мань, значит, МИ. Сам, значит, ХИ. Сейчас, когда он кем, он кем, кто-то кем. Так что, в Индии, говорят, МИТ. Если на каких бы языках мы ни разговаривали, все равно в языке можно видеть смысл этого слова, древний смысл. Так вот, если брать на санскрите мясо, любое мясо, называется мамсо. Я ем себя. Если взять на русском языке мясо, кто знает древний русский, они тоже увидят мя, это я, со, это тоже поедание. Я ем себя. Берем английский язык. Мид. Я ем себя. Везде все равно находится смысл о том, что я сейчас тебя скушаю, но в следующей жизни я тебе обещаю, ты меня скушаешь. Поэтому буквально-то это получается, я сам себя кушаю. Я ем себя. Когда ты скушаешь, ты скушаешь, ты скушаешь. Когда ты убил нас, ты всегда скушаешь, но ты никогда не оставил нас. Так что ты скушаешь, ты скушаешь. В Ведах описывается история. Однажды был один такой царь, который очень сильно хотел проводить особые огненные жертвоприношения, на которых постоянно приносил в жертву много животных, козлов. Одного за другим резал, одного за другим резал. И там появился народ и говорит, ты что делаешь? Ты хоть понимаешь, что ты в результате этого получишь-то? Что я получу? И тогда народ, да? Духовный человек, он может этого сделать. Спрыскивает на него водой. И тот вдруг видит свое будущее. О том, как он умирает. Корежится, мучается. За ним приходят злобные твари, посланники Господа, которые тащат его. И там потом он увидел, как все те козлы, которых он перерезал, даже не собственно лично, а просто велел их перерезать, они стояли уже с большими мечами, ожидая своего дорогого, так сказать, доброжелателя. И уже начали обрумать ему конечности, и тот вопил, вопил, что значит мочи, о том, как ему было больно. Говорит, а ты жалел нас, когда убивал всех нас. И потом действие этой святой водой закончилось, и он пришел в себя. И никогда больше в жизни он не проводил эти жертвоприношения козлов. Такова природа материального мира. Если ты сейчас подойдешь к кому-нибудь и поставишь хорошую затрещину, что тебе будет? Тебе поставят точно такую же. Говорит, в пять раз больше, Махарадж говорит, от такой наглости. Наш Господь сотворил это тело, чтобы быть вегетарианцем, а не чтобы быть мясоедом. Сейчас будет об этом. Посмотрите на свои зубы, каждый в отдельности, и сравните их с другими обитателями этого мира. У тех, кто едят мясо, у них другие зубы. У них жевательных зубов нет. Они не жуют, они сразу проглатывают. У них острые передние клыки. Они способны откусывать сырое мясо, проглатывать и быстренько его перерабатывать, выбрасывать. А человек, у него жевательные зубы, клыков нет. Он не способен откусывать мясо. У него челюсть признана для того, чтобы жевать это. Там слюной начинает перерабатываться этот процесс. У хищников ночью глаза горят, у вегетарианцев нет. У вас тоже ночью глаза не горят в темноте. И кто это говорит? Это человек, кто не вегетариан. Они пьют воду через голову. И кто не вегетариан, он пьет в мозг. Например, животные в лесу, мясоеды, они лакают языком воду. А животные вегетарианцы пьют губами. Посмотрите, как вы пьете. А животные вегетарианцы, которые вегетарианцы, они лакают языком. Например, собака, тигр, кошка – они языком лакают. А лошадь, корова, горилла, слон – они пьют губами и они языком лакают. Они не вегетарианцы. А животные вегетарианцы, они лакают нади, это 2 метр. А животные вегетарианцы – это 6 метр. Какой мощный нагрузка? 10 раз больше, чем мощный нагрузок. Это их мясо, и их есть. Поэтому, без чистки, они едят. Но это не наш. Барник, геммасала, и много чего они едят. Итак, когда человек ест мясо, вообще какую-то пищу, это очень сильно отличается от того, как происходит у зверя, который ест мясо. У человека по-другому работает вся пищеварительная система, так же, как у вегетарианцев. То есть сначала процесс начинается с того, что слюна вступает, и слюной начинается обрабатывание пищи. Потом она поступает в желудок, в котором, конечно, присутствует соленая кислота, но вся перевариваемая пища, в основном переваривание пищи происходит в длинном кишечнике, который у нас 30 метров. А у животных мясоедов, у них слюны нету, которые начинают, у них в желудке очень сильная кислота, очень сильная концентрация кислоты, которую даже нам не представить. У них вся пища переваривается не в кишечнике, а именно в желудке, и они способны есть даже трупы, и при этом не заболеют, из-за того, что у них очень сильная кислота, которая убивает всё. И потом у них очень короткий кишечник, после которого выбрасывается то, что не переварилось. А у человека, у него небольшая концентрация этой соляной кислоты, поэтому, когда человек всё уваривает, ужаривает, добавляет специи, чтобы пищеварение ещё лучше работало. Только немножко температура повысилась, только немножко она понизилась, только он невкусно приготовил уже пищеварение, оно не работает, устанавливается. И кишечник 30-ти метровый, там пища проходит несколько дней, и этот кишечник, он длинная трубка, не гладкая, а ворсистая трубка. Представьте, 30 метров в таком животе, он же там весь исперечён этим кишечником, и там не вся пища доходит, там много остаётся пищи, которая ещё с прошлого года лежит. Так вот, если человек кушает зернобобовые, молочные продукты, то у него пища проходит хорошо к кишечнику. Она быстро переваривается, она является легкоусвояемой пищей, и она быстро выходит, она не причиняет такой урон организму. А если человек ест мясо, если мы мясо зароем в землю, ну, даже если не зароем, что будет через несколько дней с этим мясом? Вот то же самое происходит в кишечнике между этими ворсинками, оно там годами складывается и гниёт. Это называется шлаки и токсины, после которых люди после 40 лет начинают очень быстро стареть. И все начинают советовать, надо бы кишечник почистить, советуют. Почему? Потому что там годами это гнилое мясо лежит. Человек не предназначен для такой пищи вообще. Поскольку тело человека после мясной пищи очень сильно ослабевает и загрязненно, то это является замечательной пищей для инфаркта, других сердечных болезней, от стресса, злобы и всего остального. Если посмотреть по статистике, то как раз можно увидеть, что от инфаркта, других сердечных болезней и от рака умирают в основном мясоеды. Да и потом мясо невыгодно для семье кушать, потому что оно очень-очень дорогое по сравнению с тоже и самыми баклажанами, ананасами, картошкой русские любят. Со всех сторон замечательно быть вегетариан, сам Ахарач говорит. Сейчас спортсмены показывают, когда они проповедуют о вегетарианстве, они говорят, что если сравнивать жизнь человека, мясоеда-вегетарианца, у вегетарианца у него более ровно происходит, он дольше, молодой, полный сил. Тогда как мясоед, он после 40 лет, у него резко ухудшается здоровье, появляются морщины и все остальное. Все почему? Потому что зашлаковывается организм. Махарач говорит, если хотите кто-нибудь повторять на четко, кто не повторяет, то он даст сегодня четко. Сегодня очень благоприятный день, день явления Ширидья-сатемы. А теперь еще будет Кирта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 aTorzok 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 as eWe e aTorzok В индии очень замечательные традиции до сих пор существуют когда человек уже на носилках уже тело оставил его И это дело несут все, что вы видели. Идет процессия, и четыре человека несут в носилках, и повторяют фразу. Рам нам сатямхе, Гопал нам сатямхе. Они говорят, весь мир иллюзия, и только имя Рам, и только имя Гопал, это истина. Не знаете Гаутам Будду? Ну, в общем, это то, что обычно воспринимается за Буддой. Это на самом деле Гаутам Будда. А буддизм, в общем, слышали, нет или нет? Это про Гаутам Будда. Это про Гаутам Будда. Он – сын Рого. Он – сын Рого. И когда он взрослый, наши индии знали, что это будущее моего сына. Он – сын Рого. Он говорит, что это будущее моего сына. Астрологи говорят, что это будущее моего сына. Какой день он выйдет из твоего пляжа, в тот день он никогда не останется в твоем доме. Если он уйдет в твоем доме, он превратит его санта. Он превратит его санта. Он превратит его санта. Он превратит его санта. Как только он выйдет из дома, он больше не вернется. Он станет отшельником, святым отшельником. Он превратит его санта. Но санта-барь и мама, как только один сын, после этого он был как бы king. Он не могла выйти из дома. Но когда он был в возглете, он говорит, что он – я хочу выходить. Да, я хочу, чтобы раздражаться, я хочу, что происходит, что происходит, и что происходит, что происходит. Он запрещал мне все равно. Он сказал это – и мама, И вот так он рос за стенами дворца. Его никогда не разрешали выходить наружу. И тут его просто стала угнетать такая ситуация. И он уже стал очень сильно настаивать родителей, чтобы пойти и посмотреть, что же там наружу. И тогда царь согласился и разрешил ему выйти туда со своими министрами, чтобы они бережно за ним смотрели. И как только он вышел туда с министрами на улице, так получилось, что он стал свидетелем того, как рожает женщина. Родился маленький младенец и стал просто громко кричать. И принц так удивился, он никогда подобное увидел, говорит, а почему он плачет-то? И тогда министр стал объяснять, ну такого природа этого мира, когда человек рождается, он плачет. И он плачет, и он пошел дальше и шел дальше, и увидел одного человека, мучивающегося от болезней. Он говорит, что ты думаешь, Я 해, что человек т "...немет, сильно мучает м поверхность Би С Но это болезненно. Все мы иногда когда-нибудь болеем, говорили министры. И он тоже стал старшим. И он стал старшим. Я тоже стал старшим. Он стал старшим. И я тоже умрался. Да, все умрались. Что ты говоришь? Он говорит... Потом он шел и увидел, что того человека принесли на берег. Когда он входит в воду, он слышал, что десятый человек был какling. Он и обрабатывался его в воду. Вот первый человек. Что это? Когда кто-то умрался, тогда он умер. Когда он умер, он умер. И он умер. Он умер. Потом он шел, шел и увидел, что того человека принесли на берег, сделали такую гапку деревьев, положили его, потом сверху еще деревьями, сверху, то есть он такой, как начинка в середине была, потом это все подожгли и оно стало гореть. И он говорит, и вот это потом будет со мной? Да, со всеми это будет потом. Когда он вернулся во дворец, то у него были глубокие раздумья о том, как его теперь светит. Он говорит, я вот так рождался, я буду вот так болеть, потом я вот так состарюсь, и потом меня вот так сожгут. Астрологи же ему предрекли о том, что когда один раз туда выйдет, он уже больше не вернется к жизни, к семейной жизни. И теперь он уже стал только думать об одном, как же теперь от всего этого освободиться, чтобы не точно на одну жизнь, чтобы вообще перестать так рождаться, стареть, умирать и не сжигали, чтобы тебя. Он сейчаснулся, чтобы я смог бы проверить это, как полностью слегка с собой. Теперь он решил вернуться с Азанью. Саду сейчас пошел и наш старатель, он быстро был ещё. Детский, какой бодист, как полностью завершил это, к примеру и смерти-эрт, когда не был всё, и пошло из тех, у тебя не тёмно, где был ни с детьей, не вернется, у тебя не родится и выжёт. И после этого он решил отречься от этого мира, кажущейся иллюзией, счастьем, и принимает Саньясу, то есть становится отрешенным монахом и уходит в лес, чтобы совершать аскезы, совершать большое подведничество и избавиться от иллюзий этого материального мира. Оттуда идут буддисты. Вообще там 22 ветви этих буддистов, они мечтают больше не рождаться, они совершают самоистязанием и собираются больше не рождаться в этом мире. So Krishna, Krishna, Krishna only telling Bhagavad Gita, how you can free up kind of disease, all kind of, you know, this is the old age, old age, Krishna, Bhagavad Gita is telling, Tam eva saranam gacha sarvabhavina bharata, tad prasadad paramsantim sthanam prapsasi saaswatam. Это Бхагавад-гита. Тамеба-саранам-гача. Когда вы полностью обращались к Кришне, Кришна говорит, что вы сможете достигнуть полностью обращаться к мне, тогда вы сможете... Тад-прасада-патад-парам-санте-тенгат и eternal happiness и eternal place with the mind of God. Where will you go? Никогда не пришлось к этому материалу, никогда не переживали. Но Веды говорят о том, что буддисты все равно не могут освободиться из этого материального мира. Потому что для того, чтобы освободиться из этого материального мира, нужно от Гуру получить святое имя и повторять это святое имя. И вот тогда Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто предается мне, только тот и освобождается от этого смертного мира и приходит ко мне в мою уже вечную обитель. Аль-Кришна, Сахха, Аль-Саххи, вы можете посмотреть, они всегда молодцы, 9-11-12, не больше, чем 13 лет. Это Аль-Сахха и Саххи. Они всегда молодцы, всегда молодцы. Правда? Это ситуация Аль-Саххи. Аль-Сахха и Саххи. Только тело, как этот человек, это плот. Жизнь изменилась. Но, когда мы учимы, то все, что закончится, мы можем стать Кришна Эттернальным Сакхан-Саххи. Но наши духовные учителя рассказывают и показывают о том, какие вечно юные тела у всех тех, кто находится там с Кришной. Вот у нас на алтаре изображения, видите такие, за Джаганатхан, там небольшие изображения гопи, красивых девушек. И наши учителя объясняют, что когда туда душа попадает, она попринимает свой вечный образ. А у души очень прекрасный образ, юный образ. Как у этих гопи. И который никогда не стареет, никогда не болеет. Там в этом нет необходимости. Это только вот это материальное тело, потому что материя, она всегда разрушается. Нет ни одного материи, которая бы не видне изменялась и не разрушалась. Поскольку это тело из материи, оно естественным образом будет разрушаться. Что же еще от него ожидать-то? Так вот это просто у нас сейчас грубое тело, оно как оболочка. А наше духовное тело, оно не развито в качестве семени. А мы не можем сейчас пока себя реализовать. И вот когда мы повторяем Святое Имя, то тогда мы обретаем свой извечный духовный облик. Уже больше не нужно будет постоянно менять эти грубые тела. Поэтому Кришна говорит, повторяйте Святое Имя, благодаря Ему вы обретете свое прекрасное духовное тело. Так вот, если я встретил кого-то здесь, то это Камаладиди. Она говорит, что где? Самара. Если я хочу встретиться с ней, то я приехал из Индии. Я хочу, что Камаладиди, она разрезает программу здесь. Первое, что я знаю, я говорю, что где она осталась? В России. В чем месте? Самара. В России. Когда же я не знаю ее имя, то я details her. Я начинаю… Я действительно знаю, что его имя. Итак, точно так же, как имя послужило главной причиной, почему я здесь, говорит, вот я, говорит, знал только первое, что я не знал. Я слышал о Камаладиде. И потом благодаря тому, что у меня было имя Камаладиде, Я уже знала, что она живет в Самаре, а Самара находится в России, и потом уже все остальное сложилось, и теперь говорит, я здесь. Вот таким же образом мы туда хотим, и для этого нам нужно знать имя Кришны, и потом все остальное приложится, все последует за этим. Но огромная разница между нашими именами, именами Кришны. Наши тела – это не наши имена. Они просто принадлежат этому телу. Это тело умрет, и имя больше не будет существовать. И Кришна юный, вечный, всесильный. Это имя Его вечное имя, и оно еще и не отлично. Его имя – это Он Сам, Он весь в Своем имени. И поэтому, повторяя Его, человек действительно обретает высшее благо, действительно обладает общением с Господом. И Магарач говорит, что Господь настолько милости, в Кришне настолько милости, что Он подарил Своё собственное имя, и совершенно не наложил никаких условностей по поводу того, как там нужно повторять это святое имя. Его можно повторять в любое время суток, при любых обстоятельствах, и во время любых действий, и оно будет работать. Что ж, Его имя? Да, Кришна! 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 Хре, Хре! 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 Рамо! Хре! Рамо! 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 Хре! Хре! И Он – Кришна – он очень, очень гордистый человек. У всех, у всех есть дети. И Матон, Вы не должны были причины этого рода. И потом, Кришна, он ведь наш папа, а папа, они не смотрят на промахи, на ошибки своих детей, они же им все прощают. Поэтому даже если у нас что-то не будет получаться, он все равно к нам будет поэтически относиться и помогать. И никто с ним не может сравниться по доброте. Путана демоница пришла к нему Кришне с одним намерением убить его, отравить его ядом. И при всем при этом он ведь подарил ей духовное прекрасное тело и свою собственную обитель после этого. То есть насколько Кришна великодушный. А что говорить о том, что если человек, а не демон, начнет повторять его святое имя, что-то сделает для Кришны хорошее, тогда что Кришна-то ему подарит? Рада Расте Окей. Итак, мы закончили нашу класс. И в вечеринке мы слушаем бхагабад-ката. И мы селебрали в Радхарани. Мы берем бхагабад-ката. Сейчас лекция заканчивается. Будет просадом. А вечером... Готовы просадом? Нет. Еще чуть-чуть. Немного больше. А вечером будем праздновать сегодня день рождения Радхарани. И слушать шримад бхагава там. Окей. Харикаршина. Так... Окей. Какие вопросы? Какие вопросы? Нет. Я говорю хорошо. А, как молодец. Если сейчас времени нет, не ответьте. Дело в том, что много очень в России людей спрашивают. Вот мы, православные христиане, разве мы не можем тоже прийти к Богу и получить такое же благо и тихуковое. Почему обязательно вот сознание Кришны, вот то, что Вы предполагаете... Это вот то, что в презентациях должно было быть сегодня. Но дело в том, что если вот, ну, хотя бы чуть-чуть, потому что именно с этим мы часто сталкиваемся, тогда они считают, что... Почему именно сознание Кришны, оно выше, чем даже вот эти наши конфессии... Махараш попросил меня просто ответить на этот вопрос. Так вот, много людей действительно интересуется, почему Вы считаете себя такими особенными. Дескать, вот Веды особенно, а все остальные религии, что они? Не религии, что ли? Они, там ведь тоже святые. Мы прекрасно знаем о русских святых. Я вот родилась в православном центре православных храмов. Там очень много святых в Сибири, под Енисейском. Мы прекрасно знаем о том, каким чистым образом они жили, какие чистые помыслы у них были. У них ведь тоже общение с Господом. Почему же, зачем принимать Веды тогда, если есть христианство? И чем они вообще лучше? Или мусульманство, например. Там ведь тоже все замечательно описано. Там тоже написано о том, как нужно жить правильно, о том, какие блага ты получаешь. Там тоже святые свои есть. Почему же Веды-то? Так вот, почему Веды? Веды – это изначальное знание. Они существуют испокон веков, у них нет начала. Они существуют еще до сотворения этого мира. И они лежат в основе всех остальных религий. Именно они вначале и говорят о том, что существует один Верховный Господь. И раньше на Земле была одна цивилизация. Одна цивилизация. С одной культурой, с одним языком. Но потом Господь иногда скрывает знания, иногда открывает знания. Потом, когда появились разные народы, разные культуры, разные внешние атрибуты из-за того, что разные климатические зоны, разные языки стали формироваться. Я просто как лингвист знаю о том, как много общего между русским и санскритом. Я как лингвист знаю, как много общего между японским языком и санскритом. То есть все эти индоевропейские языки. И о том, как они все действительно берут свое начало в санскрите. То же самое во всех культурах. И только потому, что человек, он с течением времени просто забывает свою культуру. И очень быстро прививается к чему-то новому и модному. Так происходит забвение того или иного знания. Но Господь, он бережно, очень внимательно, действительно по-отечески для каждой культуры открывает это знание. В том виде, насколько она может это следовать. Господь вам никогда не скажет, вот с завтрашнего дня ты должен научиться летать. Ничего подобного. На то он и Господь. И поэтому, когда уже образовалась та или иная культура, Господь туда посылает своего посланника, который на том языке, в ту культуру будет прививать знания. Какое знание? О том, что Господь один. О том, что этот мир страданий. О том, что наша цель это возлюбить Господа своего. Это можно найти в любой религии, в любой авторитетной религии. Святой Павел спрашивал Иисуса Христа. Он давал множество заповедей. Не упуи, не укради, не чревоугодие, не прелюбодействие. Он говорит, а какая главная заповедь Иисус? Он говорит, возлюби Господа в сердце своем, возлюби ближнего. Берем мусульманство. Там то же самое идет. Мы по образу и подобию. Господь один. Наша цель, само мусульманство, обозначает Коран. Предание. Да, суть там везде одинаковая. Да, атрибуты разные, потому что где-то учат обрезанию, потому что жарко. Где-то учат много одежды носить, потому что холодно. Не в этом главное, не во внешних атрибутах, а в его сути. Итак, по сути они одинаковые, но если взять, например, учение Иисуса Христа и взять учение Магомета, то оно будет очень сегментарным. То есть там будет упоминаться о том, что душа, она вечная. И о том, что есть Господь, и мы по образу и подобию. И потом будет это все на фоне различных историй, глубоких историй. Почему? Потому что Иисус и Магомет, они приходили к людям, где уже был рабовладельческий строй, где было очень много насилия. Философией там не занимались. Например, куда пришел Иисус Христос в Иерусалим? Как там люди жили? Там были гаремы, там были убий... Там зрелищем в городе являлся этот стадион. ugовем! Смотрите ! Блядь